Если вы эмитроп, а эмитроп — это человек со стопроцентным зрением, который читает всю таблицу, он видит хорошо. С возрастом, как раз к 40 годам, с тем, что у него начинает мутнеть хрусталик, он начинает видеть хуже вблизи. То есть вдаль он также видит хорошо, 100%, а вблизи уже начинаются у него вот эти вот изменения. Меня зовут Лилия Валерьевна Доронина, я врач-офтальмолог, являюсь заведующей офтальмологическим отделением Владивостокской поликлиники номер 3. Бифокальные — это двойные би, да, у нас двойные очки, то есть делают половинку очков вверх, вы смотрите вдаль, а низ вам делают для близи. И вы не снимаете, как многие, да, одели одну пару очков, потом для близи поменяли другую пару очков, ну неудобно. Поэтому придумали такие бифокальные очки. Прогрессивные практически тоже, что и бифокальные, только они просто с медленным переходом. Ну, верх один, там серединка другая, низ там третий диоптрия. Это для удобства, и это всё, опять же, подбирается индивидуально, потому что многие не могут носить прогрессивные очки тоже. То есть тут вот как человек вот их примет ещё. Это как косметическая операция. Вот хочу там, да, красивой быть там, сделала себе там что-то такое вот хорошее, красивое. Хочу снять очки, я пошёл и сделала эту лазерную коррекцию. Не хочу ходить в очках. Конечно же, если у вас будут противопоказания, никто вас на эту коррекцию не возьмёт. Во-первых, возраст, да, то есть чаще всего эти операции делают до 45 максимум лет. То есть дальше уже никто не будет их делать, потому что у человека уже катаракта развивается постепенно. Там уже проще хрусталик поменять, чем лазерную коррекцию делать зрение. Как подбирается искусственный хрусталик? Тут, во-первых, с вами беседуют ещё. Перед тем, как, ну, понятно, расчёты проводятся, да, специальный, какой вам хрусталик подобрать. Есть ещё разные виды хрусталиков искусственных. Вот, а потом ещё вас спрашивают, вы как хотите видеть, лучше вблизи или лучше вдаль? Вот какое вам качество зрения нужно? Чтобы вы видели вдаль, вам нужно, да, вы за рулём постоянно там, или вы там где-то на сцене, там, ну, не знаю, какие-то вот такие вот требования у вас. Или у вас постоянно работа связана на близком расстоянии. Вы пишете, вы в компьютере там, да, вот это всё. Поэтому подбирается хрусталик. То есть вам могут, если вы близорукий человек, вам могут какой-то маленький минус оставить. Если вы скажете нет, вам поставят хрусталик, ваш минус уберут вообще, да, то есть поставят хрусталик, вы видите вдаль 100%, но для близи оденете плюсовые очки. Есть мультифокальные искусственные хрусталики. То есть они как бы компенсируют вот этот вот и минус, и плюс, и работу для дали, для близи. Ну, там тоже есть свои нюансы, показания, противопоказания. Катаракта, то есть лечится 100% заменой хрусталика. Ну, конечно, человеку хрусталик меняют, и вроде всё. То есть если в центре всё хорошо, сетчатки, нет никакой патологии, человек видит хорошо. Если там, естественно, есть какая-то патология, макулодистрофия, это тоже возрастное заболевание. Она так и называется возрастная дегенерация сетчатки. То есть это где-то она развивается, ну, плюс-минус 50+, вот так вот. После 50 лет примерно развивается это заболевание. Не у всех, естественно, это уже тоже там очень много факторов развития этого заболевания. Тоже и наследственность, и курение, и неправильный там образ жизни. Есть такая патология ещё сетчатки, помимо возрастной макулярной дегенерации. Есть ещё периферические хориоретинальные дистрофии сетчатки. То есть это те дистрофии, которые развиваются по периферии глазного дна. Пациент их тоже вообще никак не видит. Это только можно увидеть специальными приборами на приёме. Но они тоже могут привести к таким грубым осложнениям, как отслойка сетчатки. То есть если вовремя их лазером не откагулировать, ну, как бы заборчиком не пришить этот дефект, происходит отслойка сетчатки. Поэтому у нас вот есть, да, такой очень хорошо помогающий нам лазерный кабинет. Работаем мы только по полису ОМС. Да, и больше по полису ОМС никто эти операции не делает.